Друзья, Макс Вайсман, это ЕР. Сегодня мы будем проводить испытания, но не автомобиля, как вы, наверное, подумали. Мы будем проводить испытания вот этих вот ботинок. Это абсолютно новые ботинки. Они по-английски называются safety shoes, а по-русски они называются ботинки с металлическим носком. Их используют люди, которые работают на стройке, на различных предприятиях, где на ногу может что-то упасть. Ботинки призваны защищать ваши ноги от различных неприятностей, которые могут произойти с вами на производстве, стройке или других опасных местах. Обратите внимание на вот этот вот зеленый треугольник. Этот зеленый треугольник означает, что это ботинки самого высшего качества и самой максимальной защиты. Этот зеленый треугольник примерно равнозначен звезде Мишлена на ресторанах. Давайте посмотрим, где вообще сделаны эти ботинки. Сделаны они у нас в Камбодже. Несколько непривычно, я думал, в Китае. Мы проведем испытание этих ботинок путем наезда на один из этих ботинков вот этого вот автомобиля. Это автомобиль, который весит полторы тонны. Ну, это немаленький довольно вес, хотя по размерам это небольшой автомобиль. Но весит он прилично. Основная масса, как вы поняли, приходится на двигатель. Он очень много весит. Данный автомобиль по габаритам примерно аналогичен Ladi Vesta. Но в связи с тем, что тут расположена большая рядная шестерка, перед этого автомобиля, конечно, весит гораздо больше. Ну и вообще сам автомобиль с рядной шестеркой автоматической коробкой передач, конечно же, весит больше, чем его одноклассники. В силу того, что тут более большой двигатель, более серьезная и, соответственно, тяжелая коробка. Ну и по другим причинам, в том числе и по толщине металла, этот автомобиль тоже является тяжелым. Потому и вес данного автомобиля составляет полторы тонны. Сейчас мы заведем двигатель и попробуем наехать передом на наши ботинки. Итак, давайте попробуем подложить наш ботинок под колесо. И сейчас мы попробуем его раздавить. Взяли разбег. Вот так вот. Вот след от того, что проехала машина, ничего абсолютно не погнулось. Как было, так и осталось. Ну, из этого следует вывод, что если вдруг у вас на работе волна наедет, например, вилочный погрузчик, то вы не получите никаких травм. Ну, давайте углубим наш эксперимент. Давайте еще раз попробуем, чтобы машина переехала. Отлично. Сейчас еще раз. Вот так вот. Ботинок абсолютно цел. Ну, на самом деле никаких вмятин я не наблюдаю. Таким образом, эти ботиночки реально защищают, что, собственно, и требовалось доказать. Ну, честно говоря, я удивлен, потому что машина все-таки, все-таки она прилично весит.